Сегодня, 22 ноября, в России отмечается пока неофициальный, но значимый праздник День психолога. Это профессиональный праздник всех российских специалистов, которые работают в сфере психологии. Дата призвана напомнить, что психическое, начиументальное здоровье человека не менее важно, чем физическое. Пока в нашей стране по-разному относятся к профессии психолога. Одни считают ее ненужной, другие находят ее важной и необходимой, но с каждым годом. Сотни примеров доказывают ее актуальность. Все чаще люди стали обращаться за помощью к психологам. Это порой неоценимая помощь, разрешает многие проблемы. Соединяет семьи, помогает налаживать отношения родителей и детей, возвращает полноценную жизнь и учит жить по-новому. О том, почему еще так важно следить за своим психическим состоянием, чем могут помочь психологи, поговорим с нашей гостью в студии Ольга Алифер. Психолог, директор Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Доброе утро. Во-первых, с праздником. Доброе утро. Спасибо. Я уже который год начинаю праздник День психолога именно в вашей студии. Спасибо вам за это. Главное в жизни стабильность. Так вот, чем же все-таки занимаются психологи? Психологи занимаются, как вы верно сказали, психическим здоровьем человека и благополучием. То есть мы работаем со всем, что касается житейским языком, говоря, души человека. А каковы задачи главные? Задачи главные сделать так, чтобы человек во всех сферах жизни почувствовал себя лучше. То есть даже если вы придете к нам с запросом по профессиональной сфере, мы вас все равно спросим, а как вы живете дома? Комфортно ли вам в семье и счастливы ли вы там в личном плане? Потому что счастье человека, оно складывается именно из всех сторон жизни. И если одна какая-то превалирует над другими, то нельзя сказать, что это гармоничная жизнь человека. Поэтому наша задача помочь во всех областях нашему клиенту. Но вот все-таки многие не видят разницу между психологом, психиатром и психотерапевтом. Вот если простым языком, в чем же она заключается? Простым языком я вот так скажу вам. Идите к психологу. Если вам нужно будет пойти к психотерапевту или к психиатру, психолог вам скажет. Точно так же, как он порекомендует вам обратиться к специалисту еще какого-то профиля медицинского, либо какого-то другого. Поэтому начинайте свой поход с психолога, а затем уже ваш маршрут, он поможет вам выстроить. А вообще, становится ли больше людей? Потому что у нас же как-то так многие считают о том, что ну ходить к психологу, ну зачем, ну как? Это же, да. Меняется ли отношение в обществе? Мне кажется, что да. Сегодня многие считают уже это даже не просто не то, что зазорным, а уже наоборот хорошим тоном. И говорят, у меня есть свой психолог. Да, я хожу к психологу. И не то, чтобы не стесняются, а наоборот считают, что это показатель успешности какой-то. И показатель заботы о себе и о своем здоровье. Как в фитнес ходить, так и к психологу. И проведывают нас. То есть сегодня тоже наблюдается уже такая тенденция. То есть человек вроде бы прошел курс, он получил психологическую помощь, но он обращается через год, через два, чтобы уточниться, все ли у него в порядке, так ли он развивается, за каким-то там, может быть, кратковременным запросом приходит. И получает тоже помощь, какую-то поддержку уже, может быть, не такую серьезную, да, не по какой-то обязательно проблеме, а просто по развитию его жизни. Вообще посещение психолога, знаете, вот бывает, есть такое понятие профилактика заболеваний, да? Да. То есть есть лечение, а есть профилактика. Да. Вот к психологу нужно обращаться по мере необходимости, то есть когда чувствуешь, что где-то накипает, или что-то прям кто-то тебе из друзей уже депрессию диагностировал. Да, я не вижу зато ее диагностировал. Либо все-таки периодически захаживать для того, чтобы, вот, собственно говоря, понимать, насколько у тебя все нормально с твоим... Сколько правильно движешься. ...пентальным здоровьем. Мне кажется, что и по той, и по другой схеме можно действовать. Если вы не справляетесь с чем-то, то это точно повод прийти к специалисту. Хорошо, что их теперь много. Вот сегодня вы отмечаете, празднуете день рождения педагогического вуза, который в том числе выпускает психологов. У нас три вуза выпускают психологов. Психологов много в нашем крае. Психологи профессиональные. Они помогут исправиться с какой-то проблемой, которая у вас возникла в жизни сейчас. Либо действительно, там, подкорректировать, может быть, что-то, дать совет, рекомендацию, если у вас есть вопросы по воспитанию детей, по развитию себя профессиональному, по взаимодействию в семье. То есть психолог, он позволяет просто немножко шире посмотреть на ситуацию. Клиент приходит к нам с достаточно суженным сознанием. Мы привыкли смотреть на вещи так, как мы привыкли смотреть. Психолог нужен для того, чтобы посмотреть на ситуацию шире и не под тем углом, под которым мы обычно смотрим. И таким образом открыть нам новые возможности. То есть, что мы видим проблему там, где ее на самом деле нет, она скрыта в другом месте. Ну, либо ходим по замкнутому кругу и натыкаемся на одну и ту же проблему много-много-много раз, и нам кажется, что кроме этой проблемы уже ничего не существует. А на самом деле это всего лишь маленькая точка. А жизнь состоит из очень многих-многих-многих точек, как экран. Но все-таки иногда зачастую нам кажется, что мы можем преодолеть все сами, что решить проблему сами, там, обдумать, продумать, рассмотреть с разных углов. Но почему вот именно лучше обратиться к психологу? Потому что сами это все-таки взгляд субъективный. Каждый из нас смотрит на жизнь изнутри себя. Психолога учат смотреть на жизнь иначе. Нас поэтому считают немножко странными, немножко более там какими-то там открытыми, что мы говорим то, что придет в голову. Ну да, у нас меньше, наверное, каких-то таких рамок, потому что это наш профессиональный навык смотреть под разными углами. Если вы спросите у психолога какое-то мнение, очень редко по какой-то проблеме он вам скажет там жестко вот так и так. Он скажет, зависит от контекста, зависит от клиента, зависит от человека, зависит много от чего. От возраста, от ситуации, от менталитета. Да, и никогда не скажет четко там вот это хорошо, это плохо. У нас вообще мы не мыслим категориями хорошо или плохо. Это, кстати, тоже важно сказать, чтобы к нам не боялись прийти, потому что все-таки часто приходят, как будто бы боясь осуждения. И говорят, что я вот так сделал, это, наверное, плохо. Мы вообще так не мыслим. Вы так сделали, потому что вы по-другому в тот момент сделать не могли. Это был единственный ваш выход поступить именно так. Если вы больше не хотите так делать, давайте мы поймем, почему вы в тот раз сделали такой выбор и как нам научиться делать иначе. То есть мы вообще не даем оценок, хорошо ли, плохо ли, двойка или пятерка. Это не про нас. Немного успокоили, возможно, наших зрителей. Вообще, где сегодня в Хабаровске, в крае, можно получить квалифицированную помощь психологическую? Квалифицированную психологическую помощь можно получить в нашем центре, в городе Хабаровске, в городе Комсомольске-на-Амуре. Психологи работают по всему краю. Можно уточнить, где получить такую помощь по телефону доверия 8 800 2122. И получить горячую психологическую помощь, и уточнить, а где в моем населенном пункте я могу обратиться к психологу. И вы получите такую информацию. Спасибо большое. Поставим еще раз телефон 8 800 2122. Там вам подскажут, где в вашем населенном пункте вы могли бы получить квалифицированную психологическую помощь. У нас в гостях была Ольга Алифер, психолог, директор Хабаровского центра, психолога педагогической, медицинской и социальной помощи.